друзья всех приветствую в ходе торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о маркет где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь чтобы вы хорошо ориентировались на финансовых рынках отношении активов будь то инструменты рынка форекс либо фондовые секции наверняка вы могли заметить то что очень много конкретных рекомендаций касаются отдельных бумаг корпоративных историй фондового рынка сша если есть какие-то дополнительные предложения какого-то контента вам не хватает обязательно оставляйте в комментариях ваш фидбэк он очень важен для нас тем более мы хотим добиться того чтобы наш канал маркет стал настоящим трейдерским сообществом и соответственно удовлетворял всем вашим запросам ну что ж к финансовым рынкам мы наблюдаем за тенденцией такого же мощного спроса на защитные инструменты и пока что нежелание трейдеров рисковать если посмотреть на американский фондовый рынок нисходящая динамика в принципе коррекционная динамика преобладает и друзья как я и отмечал скорее всего этот тренд будет продолжены дальше поэтому если вас интересуют какие-то отдельные американские индексы смотрите на и сын пи очень скоро выйдем цель сделаны уже на уровне поддержки 4000 пунктов что касается рынка нефти за которым мы следим уже несколько недель подряд а фактически с того момента когда мы стали рассматривать бренд и wti с точки зрения покупок а цены практически удвоились сейчас бренд котируется на уровне 130 59 это максимальный уровень с 2008 года и если несколько дней назад мы в качестве основного катализатора для роста котировок рассматривали потенциальный эмбарго в отношении аналитического сектора россии со стороны сша и стран европейского союза то сегодня уже нужно констатировать что это решение вступила в силу правда страны и с пока что к нему не примкнули это инициатива которая является уже законодательно утвержденной со стороны сша это эмбарго которая вступила в силу и собственно накануне сам факт этого решения стал причиной того роста цен которые мы наблюдали друзья напоминаю по цифрам что это значит это значит то что если страны если запад откажется покупок российской нефти то с рынка выпадет а практически до 5 миллионов баррелей сырой нефтепоставок в день и два с половиной миллиона баррелей поставок нефтепродуктов это произойдет в перспективе нескольких недель соответственно эти несколько недель а это ожидание продолжения ралли цен на нефть и и движение уже к сейчас кажущимися уже не такими же немыслимыми уровнем 185 200 долларов за баррель и даже выше вице-премьер россии александр нова который некогда был возглавлял министерство энергетики отметил что если этот сценарий реализуется то есть речь идет о вот этих ограничениях поставок из россии то котировки бренда могут вовсе достичь 400 долларов за баррель причем он отметил и обратил внимание что запада в частности россия может найти и у россии есть альтернативные источники сбыта это нефти чего нельзя сказать про европейский союз у которого нету альтернативных поставщиков и прямо сейчас россия обдумывает возможности полной приостановки поставок нефти нефтепродуктов через отрубопровода северный поток один в качестве ответной меры на приостановку сертификации проекта северный поток а-2 на данный момент отрубопровод северный поток 1 загружен на сто процентов и львиная часть его мощности направлена как раз на валютный х и блок что будет дальше цены на нефть как я уже отметил космические уровни совсем скоро газ может подражать до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров это приведет к немыслимым показателям инфляции инфляция в свою очередь сократит потребительскую активность а падение потребительской активности ударит по на ввп и спровоцирует глобальную затяжную мировую мировую экономическую рецессию есть такая фраза что не каждый кризис он приводит к росту цен на нефть однако каждое повышение цен на топливо особенно если это какое-то беспрецедентное движение провоцирует кризисное явление и рецессию мы сейчас как раз на пороге возможно страшнейшего друзья за всю историю за все время наблюдений за статистикой финансово-экономического кризиса история вершится в наших глазах поэтому готовимся к еще больше волатильности и соответственно стараемся все это использовать в качестве а фундамента для принятия правильных верных торговых решений и роста друзья ваших депозитов по рынку нефти смотрим вверх тем более что последние новости из ирана также негативные сша никак не могут договориться с тегераном относительно на полного восстановления ядерной сделки снятия санкций и возможности для поставщиков нефти из данного исламского государства выйти на глобальный рынок чтобы хоть как-то нейтрализовать тот дефицит предложения который имеет место на быть американская валюта 98 91 это индекс доллара статистика перспективу ужесточения монетарной политики причем это уже следующие недели 15 16 марта ставку поднимут на 25 базисных пунктов и здесь как ни крути у доллара пока очень хороший бэкграунд действительно доллар сейчас растет не просто потому что это классный защитный актив а потому что американская экономика она находится в уникальном сейчас положении меньше подвержена последствиям негативного эффекта вот этой санкционной войны запада против российской экономики и если опять же обратиться к показателям то товарооборот между россией и сша он ничтожен и по сравнению с товарооборота между россией и европейским союзом поэтому очень много денег капитал сейчас идет непосредственно в доллар потому что именно американская экономика в текущих условиях выступает своего рода тихой гавани либо сша либо китай то есть выбирать здесь в принципе есть из чего что касается других активов доллар иены я рекомендовал покупать длинная позиция остается в работе 115 77 сейчас котировки будет точно выше мы ждем завтра данные по инфляции в сша которые покажут на очередной многолетний хай укажет и соответственно при росте инфляции мы будем с еще большим интересом готовиться к заседанию американского регулятора на следующей неделе золото каждый день по сути приближение к историческим максимумом 2070 около того котировки мы видели в двадцатом году и сейчас остается в принципе вытянуть руку и мы можем коснуться этих максимумов точно будет хай пробит ранее я обращала ваше внимание на цели ряд инвестбанков 2300 от goldman sacks на ближайшие три месяца вполне реально надеюсь то что друзья вы правильно услышали эту информацию и не мудрите сейчас полагаю что каким-то образом золото достигло тех уровней которые являются критическими максимально возможными дальше будет разворот ничего подобного золото продолжает дисконтировать все геополитические риски риски инфляции так далее поэтому пользуется спросом через неделю у нас будет новая статистика по притоку средств и те фонды уверен то что там очередные максимумы но это прям стопроцентная вероятность еще больше денег оказалось в этих фондах взаимного инвестирования американский фондовый рынок как я уже отметил по снг ждем 4000 пунктов по биткоину я по-прежнему смотрю вниз и не вижу пока что все таки каких-то серьезных предпосылок для роста европейская валюта локально скорректировалась но евро может легко протестировать поддержку 1 05 не забывайте друзья то что есть крайне зависим от поставок углеводородов из россии и именно в ес в ближайшее время будут катастрофические показатели инфляции которые спровоцируют рецессию невиданных масштабов еще для экономики валютного на блока поэтому не нужно сейчас попадать в ловушку для покупателей предполагать что евро развернется несмотря вот на вот этот локальный рост фундаментальный фон против европейской валюты потому что еврозона будет первым регионом который столкнется с сокрушителями негативными последствиями усиливающиеся в последнее время санкционной риторики всего запада на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание хорошая вам торговой сессии и всем пока